Наталья Комарова выступила с обращением к югорчанам. В Большом зале КТЦ Югроклассик собрались депутаты Думы Югры и Тюменской областной думы, главы и председатели дум городов и районов, члены общественной палаты Югры и общественных советов при органах власти, руководители предприятий, делегации муниципальных образований. Всего порядка 800 человек, еще тысячи югорчан смогли посмотреть выступление губернатора Югры в прямом эфире. Трансляция в реальном времени шла на нашем телеканале, а также в социальных сетях. 2023 год станет для югорчан годом взаимопомощи. Об этом объявила Наталья Комарова во время традиционного обращения губернатора к югорчанам. Одновременно глава региона отчиталась перед депутатами Югры о работе окружного правительства в этом году. В частности, речь шла о приоритетах этого года, года здоровья и сбережения. Это внедрение гражданских инициатив, а также технологий, направленных на сохранение здоровья людей в науке и медицине. Так, Югра вошла в десятку лидеров регионов нашей страны по качеству жизни. Заняла 12 место по коэффициенту рождаемости, а также лидер рейтинга по поддержке некоммерческих организаций и социального бизнеса. Социальную поддержку в этом году получили почти 400 тысяч югорчан. В отдаленных поселениях, таких как, например, Локосово, будет развитие системы здравоохранения и откроется медицинский пункт в ближайшее время, что позволит получать качественное медицинское обслуживание населения гражданам, которые находятся далеко от центров Югры, от больших городов. Также хочу отметить, что большой акцент сейчас делается именно на молодежь, на активную молодежь, которая готова развивать наш регион. Поэтому я считаю, что мы можем смело заявить, что Югра движется вперед, и послание губернатора этому под прямое подтверждение. Что касается науки и образования, то в Югре в этом году ввели в эксплуатацию 4 новые школы, создали больше 11 тысяч мест дополнительного образования, увеличили количество бюджетных мест в СУЗах и ВУЗах. Кроме того, заключено соглашение о создании в Югре научного центра медицинских технологий, который в частности будет заниматься генетическими исследованиями. Такие же темпы развития сохранятся и в будущем году. Например, в систему подготовки высококвалифицированных кадров войдет филиал Пермского политехнического университета в Когалыми, где будут обучать будущих нефтяников. В Сургу откроют три научных лаборатории, а в Шапше детский карбоновый полигон. В 2023 году начнется обучение в Центре подготовки кадров в сфере информационных технологий «Школа 21 Югра». Это партнерский проект со СБЕРом, задача которого за короткий срок выращивать востребованных на рынке, готовых к решению бизнес-задач, IT-специалистов. Обращаю внимание руководителей югорских и из других регионов компаний на этот центр зданий. Воспользуйтесь на базовом цикле с программами стажировки, переподготовки собственных сотрудников, партнерскими проектами. Добавлю, что сегодня в зале присутствовала делегация из Макеевки, Донецкой Народной Республики. По соглашению с этим городом, Югра занимается восстановлением инфраструктуры. Работы уже завершены на 56 объектах из 90. Это три детских сада, семь школ, 46 многоквартирных домов. Кроме того, югорчане выступают волонтерами на Донбассе. Это медики, технические специалисты и просто неравнодушные люди. Гуманитарный добровольческий корпус Югры стал символом волонтерского движения в России. В поддержку инициатив тысяч югорчан губернатор предложила объявить 2023 год годом взаимопомощи.